Еще в древности люди знали чудодейственную силу купания и закалки человека водой. Заповедью было учиться плавать раньше, чем ходить. Несмотря на то, что умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, каждый должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Каких – расскажут мои коллеги. В жаркую погоду каждый хочет отправиться на берег моря или реки. На территории Славинского района купаться разрешается только в специально отведенных для этого местах. Это городской пляж и пляж-кемпинг в поселке Очуева. В связи с повышенным уровнем бактериального загрязнения воды в реке Протока с 22 июля городской пляж временно не работает. Поэтому его посещение, купание в реке Протока строго запрещено. В специально оборудованных местах для купания на берегу дежурят спасатели. Наблюдают, чтобы каждый соблюдал правила безопасности на воде. Налажен мониторинг мест возможного купания администрациями городского и сельских поселений. Аварийно-спасательное подразделение как нашего района, так и подразделение Кубань-Спас постоянно патрулирует на водных объектах, на реках Кубани Протока, на каналах на территории района, для того, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций с гибелью людей на водных объектах. Не пренебрегайте правилами безопасности на воде, из года в год повторяют спасатели. За два летних месяца этого года в Славинском районе произошёл резкий рост количества происшествий, связанных с гибелью людей в водоёмах. Самые распространённые случаи, которые приводят к травматизму и гибели на воде, это купание в нетрезвом виде, ведь, как говорится, пьяному и море по колено. Основные причины несчастных случаев – несоблюдение элементарных мер безопасности. Практически ежедневно спасателями или участниками купания проводятся мероприятия по спасению и оказанию помощи. К сожалению, практически по два-три раза в неделю мы имеем случай утопления людей. То ли это на территории нашего района на водных объектах, или это тела, которые уже по течению принесло в наш район из других районов. К сожалению, статистика неудовлетворительная, плохая, отрицательная. И несмотря на любые предупреждения о том, чего нельзя и как нельзя делать, зачастую люди не прислушиваются. Следить за порядком на территории городского пляжа помимо спасателей помогают и сотрудники службы «Безопасный город». Их внимание круглосуточно приковано к мониторам, где отображается всё происходящее на улицах, а точнее то, что попадает в объектив камер видеонаблюдения. Невидимое око помогает правоохранительным органам немедленно отреагировать на незаконное поведение граждан в общественном месте, а иногда и спасти кому-то жизнь. Но все предпринимаемые меры будут бесполезны, если человек сам не задумается о безопасности. Для этого во всех сельских поселениях Славинского района, в том числе и в Прибрежном, где побывали наши корреспонденты, ведётся активная работа с населением по предупреждению несчастных случаев на воде. Специалисты администрации не устают напоминать жителям, чтобы они были предельно бдительны и контролировали, где находятся их дети и как они проводят досуг в период летних каникул. Специалистами Прибрежной администрации сельского поселения постоянно устанавливаются таблички, запрещающие аншлаги, купания. На стендах поселения размещена информация, что купание запрещено. На официальном сайте тоже материал размещен. В сельских поселениях Славинского района нет специально оборудованных мест для купания. Поэтому, если вы видите знак «Купаться запрещено», верьте ему. Если вы стали очевидцем несчастного случая, срочно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 112. Уважаемые земляки, берегите себя и своих близких. Отдыхайте у воды без беды. Надежда Неткочева, Андрей Постовой. Программа «События». ДианаMusic Диана Scarlett Диана Scarlett Диана McLaren